Приветствую вас на канале книги, истории, факты. В этом видео я хочу рассказать о 83 странных археологических находках, которые поразили ученых. Из этого видео вы узнаете следующее. Тесульская принцесса, найденная в саркофаге, в шахте села Ржавчик Тесульского района Кемеровской области, на глубине 70 метров. История о багдадской батарейке, которая, возможно, была древним аналогом современных аккумуляторных батарей. Удивительный потомский кратер. Загадочные большие круги Иордании. Невероятные звуковые эффекты в святилище Хал-Сафлиине. Древнее устройство для прогнозирования и обнаружения землетрясений. Гуманоид Атакама мумия неизвестного существа. И многое другое ждет вас в этом ролике. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что как и всегда, в конце видео вас ждет, очень интересный бонусный факт для всех досмотревших, этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале книги, истории, факты вы найдете самые интересные и правдивые факты, на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео, мы обязательно разместим в заключении следующего ролика, с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Что ж, приступим. Ученые и археологи каждый год открывают что-то новое. Список их открытий может пробудить воображение у кого угодно. Это особенно актуально, когда эксперты не могут объяснить найденную древность. Все мы любознательны, такова наша природа. Мы всегда хотим больше узнавать о людях, которые жили до нас много веков назад, и мы хотим исследовать Вселенную, и узнавать больше о нашем месте в ней. Но за каждым совершенным открытием есть еще несколько, которые заставляют ученых и археологов поражаться, и ломать голову. Ответы на эти открытия могут изменить все, что мы понимаем об истории и о нас самих. Предлагаем в этом выпуске узнать о нескольких странных археологических находках, которые поразили ученых. 1. Поясная пряжка с изображением Локи. Локи не просто персонаж из комиксов Marvel, а одно из основных действующих лиц скандинавской мифологии, бог хитрости, обмана и коварства. На раскопках в поселении викингов Агорд в Дании была найдена поясная пряжка с изображением Локи. Это первый артефакт такого рода, найденный в Дании, до этого похожие вещи находили только в Швеции и Норвегии. Озорной и непоседливый Локи это легенда, поэтому невозможно сказать, существовал ли он на самом деле. 2. Сакарская птица. Деревянная фигурка птицы, найденная в конце 1800-х годов в Сакаре, артефакт из Древнего Египта. Эксперты так и не определились, каково точное назначение этого предмета. Из-за конструкции, напоминающей планер, некоторые считают, что фигурка изображает некий древнеегипетский летательный аппарат. Были даже построены прототипы, но результаты оказались неоднозначными. Другие уверены, что птица из Сакары это всего лишь детская игрушка. 3. Древние самолетики. В дополнение к авиационной теме, вот еще один искусно выполненный золотой предмет, на этот раз из Колумбии. Что это, фигурка животного или модель сложного летательного аппарата, созданного в 500 году нашей эры. Как ни крути, эти безделушки в свое время заставили археологическое сообщество поломать голову. 4. Багдадская батарейка. Батарейки – относительно современное изобретение. Могли ли они существовать тысячи лет назад? Багдадская батарейка была найдена в конце 1930-х годов в Ираке немецким археологом Вильгельмом Кёнигом. Снаружи она выглядит, как глиняный горшок, но если заглянуть внутрь, то можно увидеть свернутый в рулон лист меди, в котором находится железный стержень. С помощью этой конструкции можно вырабатывать электричество, хотя и очень малой мощности. Для этого в сосуд наливают кислую жидкость, например слабый раствор уксуса. Кислота вступает в реакцию с медью и железом. Вильгельм Кёниг предположил, что багдадская батарейка, точнее гальванический элемент, заполненная кислотой или щелочью, могла создать электрическое напряжение в 1 вольт. Кёниг пересмотрел экспонаты Национального музея Ирака. Его удивили медные посеребренные вазы, относящиеся к 2500 году до нашей эры. Как предположил Кёниг, серебро на вазах было нанесено электролитическим методом. Стоит отметить, что скептики считают, что так называемая багдадская батарейка – это обычные сосуды для хранения рукописей. 5. Потомский кратер. Эта известняковая диковинка выглядит так, будто ее создала рука человека. Но похоже ее создала природа. Во всяком случае, такова теория. Никто не может с уверенностью сказать, как появился кратер Патом, существуют даже гипотезы, связанные с НЛО. Размеры кратера, составляют 160 метров в поперечнике и 40 метров в высоту. Назван он в честь реки Патом, находится в Бадайбинском районе Иркутской области. Из-за того, что кратер выделяется на фоне окружающего его ландшафта и имеет пугающий, потусторонний вид, он также получил название Орлиное гнездо. Возраст кратера порядка 500 или более лет. Обнаружен в 1949 году советским геологом Вадимом Колпаковым. 6. Геоглифы Наски Геоглифы Наски – группа гигантских геометрических и фигурных изображений на плато Наска, в Перу это 143 рисунка и 13 тысяч линий фигур на огромном холсте. Создавались они начиная с 500 года до нашей эры и заканчивая 500 годом нашей эры. Линии белые, потому что таков цвет земли, когда вы поднимаете камешки, которые ее покрывают. Геоглифы изображают различных животных и растения, также там много полос, треугольников, трапеции и спиралей. Четкого объяснения, зачем они там, до сих пор не найдено. 7. Таинственный холм В США есть место под названием Таинственный холм, которое находится в Нью-Гэмпшире. Холм состоит из каменных пещер, похожих на сооружения со стенами и потолками. Что это? Мегалитическая платформа для наблюдения за звездами, построенная коренными американцами, около 4000 лет назад? Или это более современная постройка? Некоторые полагают, что ее следует датировать XIX веком. Зловещий факт, это место находится в Салеме, знаменитом городе ведьмы тех, кто их преследовал. 8. Лицо в скале. Это лицо или то, что на него похоже, было случайно обнаружено в 2008 году на острове Рикс в заповеднике Тихоокеанского национального парка в Канаде, когда кто-то проплывал мимо на байдарке. Трудно сказать, создано оно людьми или природными силами. Существует гипотеза о том, что руку к этому творению могло приложить племя Цишахт, которые издавна проживают в этом районе. 9. Гёбек-Литепе. Еще одна загадочная достопримечательность, созданная из камня, Гёбек-Литепе на юго-востоке Турции. Его название переводится как Пузатый холм. Он был обнаружен в 1990-х годах немецким археологом Клаусом Шмидтом. Возраст примерно 11 тысяч лет. Столбы имеют Т-образную форму, а в качестве материала использован известняк. Также были найдены каменные орудия труда. По всей видимости, сооружение построили охотники-собиратели, жившие в эпоху Даниолита, а их реальное назначение затерялось в тумане времени. Можно с уверенностью предположить, что строительство Гёбек-Литепе было связано с религиозной деятельностью. Клаус Шмидт считал, что там проводились ритуалы, а в последнее время были обнаружены свидетельства того, что на этом месте жили люди. Это один из древнейших примеров подобного рода на планете. 10. Камни ики. Камни ики стали достоянием общественности, благодаря доктору Хавьеру Кабрери. В 1930-х годах к доктору обратился фермер из Перу. Он протянул камень, на котором была изображена рыба. И не обычная рыба, а ископаемая. Так кто же создал это изображение? По мнению доктора Кабреры, это могли быть инопланетяне. Или же человечество было старше, чем считалось ранее. Хавьер Кабрера был профессором медицины и не имел археологического образования, однако оставил после себя научный музей, состоящий из более чем 50 тысяч камней ики. На них выгравированы древние обитатели ант в сюжетах, противоречащих современной хронологии. Многие полагают, что это обычная мистификация. Но есть и сторонники древнего происхождения этих артефактов. Небольшие коллекции камней ики представлены и в некоторых других музеях Перу. 11. Гватемальская каменная голова. Наверняка вы слышали о больших каменных головах острова Пасхи, но как насчет каменной головы из Гватемалы в Центральной Америке? Этот лик находится в джунглях на юге страны. Его черты не похожи на черты местных жителей. Мы мало что знаем об этой голове, кроме того, что она была обнаружена более ста лет назад. О ее существовании миру, поведал доктор Оскар Рафаэль по деле Лара. Нет никаких доказательств того, что это действительно вещи с древности, а не новоддел. 12. Скарабрей. Теперь мы отправляемся в более холодные края, в район Скарабрей. Это неолитическая деревня, в которой есть такие вещи, как кровати и даже туалет, находятся на Аркнейских островах в Шотландии. Деревня состоит из восьми домов, объединенных в блоки, которые были населены, примерно в 3100-2500 годах до н.э. Ученые считают, что деревня каменного века была покинута при загадочных обстоятельствах, около 2500 года до н.э. В обнаружении Скарабрей большую роль сыграла природа. В середине XIX века ураган снес дюну. Под ней находилась деревня. 13. Анкор. Еще одним невероятным открытием в джунглях стал древний город Анкор в Камбодже. Считается, что в этом доиндустриальном центре проживало около миллиона человек. В качестве источника энергии в нем использовалась вода. Он хорошо сохранился, но это не делает его менее загадочным. Мы не можем понять, почему это место превратилось из могущественного городского центра в пустыню, поглощенную природой. 14. Воздушные змеи пустыни. Это не древние воздушные змеи, но они связаны с воздухом. Их заметили с высоты люди, пролетавшие над ближневосточной пустыней. Пилоты наблюдали зрелище, напоминающее изображение воздушного змея, отсюда и название. Там, внизу, кто-то возвел невысокие каменные стены, которые образуют коридор, ведущий к расширяющейся части, голове змея. Мы знаем об этих стенах с начала 20 века. Эти сооружения протянулись на километры. К 21 веку была разработана теория, согласно которой стены служили ловушками для животных. Дичь, например газели, натыкалась на барьеры и направлялась к месту, где ее можно было поймать или убить. 15. Храмы Гантии. На одном из Мальтийских островов, который носит название Гоза, находится коллекция известняковых мегалитов возрастом более 5000 лет. Высота самых больших составляет около 6 метров. Как древние народы смогли создать столь внушительное сооружение? Споры о том, кто же на самом деле построил храмы Гантии, ведутся до сих пор. Остро не хватает машины времени, чтобы прыгнуть в нее и выяснить, как там было дело. 16. Артефакты Сенсиндуя. Впервые современные люди услышали о них в 1929 году, а более подробная история появилась полвека спустя. Представители культуры Сенсиндуи жили в Китае, примерно 3000 лет назад. Они оставили после себя поразительные артефакты, сделанные из нефрита, камня, бронзы и других материалов. По какой-то причине сенсиндуйцы покинули свой дом, но что интересно, многие из своих замечательных изделий они закопали в ямах. Это необычная голова птицы, лишь один из примеров их работы. 17. Сунгирское захоронение. Это весьма интригующее захоронение эпохи верхнего палеолита, как полагают, было сделано, удивительно давно, 34 тысячи лет назад. Здесь похоронен мужчина 40-50 лет, и двое мальчиков-подростков из общины охотников-собирателей на стоянке, Сунгирь в России. Судя по всему, они были убиты. Захоронение очень богатое, на одежде погребенных, около 80 тысяч различных украшений, из гальки и бивня мамонта. Учитывая характер захоронения, эти сунгирцы несомненно были важными членами сообщества. Сунгирь одна из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека. В ходе раскопок, которые велись здесь почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок. 18. Неизвестный человек И. Есть ли что-то более пугающее и странное, чем высохшая древняя мумия? А высушенная мумия с лицом, застывшим в Рики. Этот кошмарный артефакт был найден французскими археологами в 1886 году в окрестностях Луксора в мемориальном комплексе Дейр-эль-Бахри. Сходу ученые не разобрались, кому принадлежала мумия, и назвали ее неизвестный человек И. Он явно сильно мучился, умирая. Спустя сто лет анализ ДНК показал, что кричащая мумия это, вероятно, сын фараона Рамсиса-3, Пентаур, который участвовал в заговоре против отца и его законного наследника Рамсиса-4. Фараона заговорщики убили, а вот Рамсиса-4 им порешить не удалось. Их поймали, судили и казнили. Конкретно Пентаура, по сохранившимся записям, повесили. 19. Неандертальцы-каннибалы. Образ древнего неандертальца с его грубыми чертами лица и повадками пещерного человека хорошо известен. А знаете ли вы, что некоторые из этих людей ели друг друга? Похоже, это не совсем так, в одних местах свидетельства каннибализма встречаются, а в других нет. Один из примеров был найден в Бельгийской пещере, где человеческие кости явно принадлежавшие жертве убийства, позволили по-новому взглянуть на репутацию неандертальца, как первобытного человека. Обитатели пещеры не только были каннибалами, но и, как сообщается, использовали костный мозг, а также изготавливали орудия труда из остатков скелета. 20. Резня в Сандбиборге. В результате внезапного нападения, жители шведской общины V века погибли и были обнаружены лишь спустя столетия. Сандбиборг – это круглый форт Железного века, то есть древняя крепость, расположенная по кругу. Люди были жестоко убиты, хотя никто точно не знает, почему произошла резня. Все непогребенные остались лежать там же, где погибли, в домах и на улицах. Это интересный пример археологической находки, которая с одной стороны очень специфична, а с другой представляет собой интересную загадку. Местность нам хорошо знакома, и мы имеем представление о людях. Но мы не знаем, почему их жизнь оборвалась так жестоко. 21. Каменные шары Коста-Рики. Эти шарообразные диковинки идеальной формы и разных размеров встречаются в джунглях Центральной Америки. Представители власти в древней Коста-Рике или на территории, которая стала Коста-Рикой, выстраивали эти шары в ряд на подходе, к своим домам. Некоторые из шаров достигали двух метров в диаметре. Чем больше шары, тем выше власть. Кто знает. Состоят они из гобро, известняка и песчаника. Их размеры разница от дюймов поперечники до двух метров. Самые крупные весят 16 тонн. 22. Хоббиты. А Локи в самом начале уже было, теперь пришла очередь, другого мифического персонажа Хоббита. Но речь не о существах из Средиземья, а о древней коллекции скелетов, принадлежащих небольшой группе предков человека, под названием Homo floresensis. Удивительно, но мы не знали об этих маленьких человечках, до 2003 года, пока их не обнаружили на Флоросе, острове в Индонезии. Эта находка расширила представление о развитии человечества, хотя и не дала полного объяснения феномену. Судя по всему, хоббиты жили на острове, около 100 тысяч лет назад. И да, как и у хоббитов Толкиена, у них были короткие ноги и большие ступни. 23. Хрустальные черепа. Хрустальные черепа, это не просто сюжетный ход в фильме об Индиане Джонси. В основе приключений Инди лежит, вполне реальный пример занимательной археологии. Изготовленные из кварца, эти черепа связаны с древней Мезоамерикой. Эти могущественные цивилизации, включавшие в себя ацтеков и разрушенные испанцами в 16 веке, занимали Мексику и Центральную Америку. Они вырезали хрустальные черепа, несомненно с определенной целью. Черепа впечатляют и даже немного пугают. Однако о том, что было в голове у тех, кто их создавал, мы практически не имеем представления. 24. Деревянная рука в колодце. Что делала деревянная рука, на дне древнеримского колодца в Нордгимптаншире, Англия? Найденный в промышленном районе артефакт возрастом, 2000 лет был сделан из ветки дерева и очень хорошо сохранился. Является ли рука, которая, как считается, когда-то была частью деревянного тела, давно утраченного, свидетельством подношения римским богам? Странное открытие было сделано только в 2019 году, и ученым наверняка еще долго предстоит ломать над ним голову. 25. Природный ядерный реактор. Чтобы построить ядерный реактор, не обязательно нужна бригада строителей. Все может произойти благодаря матушке природе. Откуда мы это знаем? Благодаря археологии и древнему миру. Обнаруженный в шахте в Западной Африке, этот реактор был создан без какого-либо вмешательства со стороны человека. Фактически он возник еще до появления нашего вида. Предполагается, что возраст реактора в шахте около составляет около 2 миллиардов лет. Как же он работал? Он начал вырабатывать тепловую энергию, благодаря сочетанию глины и урановых минералов, которые оказались смешаны вместе. Затем паводковые воды растворили минералы и унесли их под землю в водопровод. Водоросли поглощали уран. Поскольку водорослей богатых ураном было так много, это привело к образованию критической массы, а затем к цепной реакции. Нейтроны и атомы сделали свое дело, а остальное история. 26. Великие пирамиды. Вся та информация, которую знают современные археологи, о великих египетских пирамидах, чрезвычайно интересная, однако многие считают, что это даже не половина всего того, что можно узнать о них. Комплекс пирамид Хуфу, построенный свыше 5000 лет назад в Каире, считается сегодня одним из главных символов и способов выказать уважение к фараонам и древним правителям Египта, а также передает все тонкости их религиозных обрядов, веры и таинств в загробной жизни. И по сей день многие ученые находят все новые и туннели и шахты в ранее открытых пирамидах, что вызывают множество вопросов, в частности кто, как и почему построил столь высокотехнологичные сооружения. Кстати совсем недавно на нашем канале выходил ролик с пятью-десятью тремя тайнами древнего Египта и пирамид. 27. Туринская плащаница. Вероятно ни одно из археологических открытий не обсуждается так ряно и часто, как загадочная туринская плащаница, которая, согласно мнениям многих, является погребальным саванном самого Иисуса Христа. Этот достаточно длинный кусок ткани, имеет характерные следы от крови, а также достаточно темный, но различимый отпечаток человеческого тела. Католическая церковь официально признала существование плащаницы, примерно в 1353 году нашей эры, когда эта ткань внезапно появилась во Франции, в церкви в городе Лири. Однако легенда об этом предмете восходит, примерно к 30-33 годам нашей эры. Если верить ей, то этот небольшой свиток ткани был перевезен из Иудеи, современной Палестины, в Идесу, что находится в Турции, а затем отправился в Константинополь, современный Стамбул. После того, как в 1204 году этот город разграбили крестоносцы, плащаница отправилась с ними в Афины, где она, как считают многие, находилась свыше 20 лет. Только в 1980 году ученые и исследователи со всего мира взялись исследовать этот небольшой клочок ткани, пытаясь распознать ее возраст при помощи радиоуглеродного теста. Его результаты их удивили, как оказалось ткань была создана, примерно в 1260-1390 годах нашей эры, что было после погребения самого Христа. А потому многие сегодня считают, что эта ткань ничто иное, как искусная средневековая подделка. Сторонники же теории плащаницы говорят о том, что ученые могли исследовать те части ткани, которые были пришиты к ней после смерти Христа, что и объясняет, почему она выглядит такой, так сказать, новой. 28. Кумранские медные свитки. Еще одной археологической загадкой, которую все хотят разгадать, является древний медный свиток, найденный в 1952 году в Кумране. Считается, будто бы на нем есть записи о том, где хранятся несметные золотые и серебряные сокровища, однако никто и по сей день не знает, существует ли оно вообще. Свиток из меди был найден, рядом с местонахождением свитков Мертвого моря там, где сейчас находится территория современной Палестины. Он датируется примерно 2000 годом, когда Римская империя захватила и колонизировала население Кумрана. Ученые считают, что в этом свитке хранятся данные о сокровищах, которые местные жители спрятали от римлян, чтобы оно не попало в руки их войск во время частых, на то время восстаний против имперской власти. 29. Мавзолей Цинь-Шихуанди. Мавзолей был построен Цинь-Шихуанди, первым императором Китая и основателем династии Цинь. Цинь-Шихуан умер в 210 году до нашей эры, во время путешествия по Восточному Китаю, и его смерть по слухам случилась из-за отравления алхимическим эликсиром. Он принимал ртутные пилюли, считая, что это эликсир бессмертия. В ходе раскопок вокруг комплекса было обнаружено около 7 тысяч статуй терракотовых воинов и лошадей, а также около сотни деревянных боевых колесниц и многочисленное оружие. Планировалось, что все это пригодится для защиты императора в его загробной жизни. Археологи также обнаружили терракотовые статуи чиновников, акробатов, силачей и музыкантов. Исследования Кургана с целью выявления магнитных аномалий позволили обнаружить подземный дворец и гробовую камеру, длина которой составляет около 80 метров, ширина – 50 метров, а высота – около 15 метров. В образцах почвы Кургана обнаружен высокий уровень ртути. Она может нанести вред археологам, когда они войдут в гробницу. Кроме того, когда ртуть вытечет наружу, это может привести к серьезному загрязнению окружающей среды. Курган гробницы остается нетронутым, так как современные методы раскопок на объекте такого масштаба, скорее всего, приведут к непоправимому ущербу. 30. Антикитерский механизм. Антикитерский механизм – одно из самых загадочных изобретений античного мира. Это устройство восхищает ученых и общественность. Уже более 120 лет устройство было обнаружено в 1901 году на обломках затонувшего корабля у берегов греческого острова Антикитера, отсюда и название. Однако его истинное значение было установлено только в 1902 году, когда археолог Валериас Стоис обнаружил, что устройство содержит шестеренки, и предположил, что это какая-то механическая машина. Изначально устройство было обнаружено в виде единой глыбы в остатках деревянного ящика. Это около трети всего оригинального механизма. В 2021 году было опубликовано исследование, в котором говорится, что антикитерский механизм был вычислительным инструментом для математической астрономии, включающим циклы из вавилонской астрономии и греческую геометрию. Это первое известное устройство, которое механизировало предсказания научных теорий и могло автоматизировать расчеты. 31. Подземный город Деринкую. Ударив кувалдой по стене в своем подвале, мужчина из турецкого города Деринкую получил больше, чем рассчитывал. За стеной он обнаружил туннель. А тот привел к еще большему количеству туннелей, соединив в итоге множество залов и палат. Это был огромный подземный комплекс, глубиной 85 метров, покинутый его обитателями. Что интересно, ни в одном отчете не упоминается имя Турка, что обнаружил этот город. А вот про город информации очень много. Город мог вместить до 20 тысяч человек. Верхние уровни использовались как жилые и спальные помещения. Что вполне логично, поскольку они лучше всего вентилировались. Нижние уровни использовались в основном для хранения. Тут также находилось подземелье. В городе были также винные и масляные прессы, конюшни, погреба, кладовые, трапезные и часовни. Происхождение города и к какому народу принадлежали местные жители до сих пор остается загадкой. Некоторые археологи предполагают, что самая древняя часть комплекса могла быть вырыта около 2000 года до н.э. хетами, народом, который доминировал в регионе в то время. Также, возможно, к его созданию приложили руку фригийцы около 700 года до н.э. По другой версии, город построили местные христиане в первые века нашей эры. Город обеспечивал укрытие от знойного лета и холодной зимы, а также хранение урожая. Но главное, подземный город использовался в качестве убежища для местного населения во время войн между византийцами и арабами, которые длились с конца 8 по конец 12 века, во время монгольских набегов в 14 веке и после завоевания региона турками-османами. 32. Балтийское НЛО, Балтийская аномалия, о ней трубили СМИ в 2011 году. Чем на самом деле оказался объект, похожий на звездолет? В 2011 году, шведская команда OceanX, специализирующаяся на поисках затонувших сокровищ, обнаружила на дне Балтийского моря странный объект. За ним шли две борозды, которые напоминали взлетно-посадочную полосу. С помощью метода геолокации шведы, воссоздали изображение объекта, который залег на глубине 87 метров. У него были необычные черты для естественного образования. Из чего был сделан вывод, что это может быть рукотворный объект. Объект имел круглую форму с диаметром 18 метров. Желтые СМИ активно растиражировали эту историю, высказав предположение, что объект был затонувшим НЛО. В интернете его прозвали «Соколом тысячелетия из звездных войн», которым управлял Хан Соло. Другие намекали на то, что объект может быть той самой легендарной летающей тарелкой нацистов. Усилило эффект, что рядом с объектом были найдены борозды, длиной в 300 метров. Сразу возникла гипотеза об экстренной посадке корабля «Сокол тысячелетия из звездных войн». Конечно, желтая пресса склона преувеличивать факты. Но нужна фактура, которую можно преувеличить. На ровном месте сенсации не сделаешь. А эта фотография и правда выглядит странной, поэтому ученые ей заинтересовались и сделали попытки объяснить. Большинство ученых высказали скепсис. По их словам, локатор был дешевым и неточным. К тому же неверно подключен и откалиброван. Поэтому изображению не стоит доверять. Но были и те, кто проявил серьезное внимание к находке. В природе бывают объекты идеальной формы. Океанолог Питер Линдберг заявил, что за 18 лет своей научной деятельности он ни разу не видел ничего подобного. Скорее всего, это естественное геологическое образование. Но согласитесь, находка выглядит странно, поскольку она полностью круглая. Хотя природа создала более странные вещи, чем это заявил шведский археолог Иоран Икберг. Ученый прав. Вот, взгляните, например, на такой объект, который в НАСА прозвали айсбергом перфекциониста. 1,6 километров поперечники на видимую часть приходится, всего 10% от массы. Такой идеальный айсберг откалывается подобно ногтю, который отрастает слишком длинным и трескается по идеальной прямой линии. Ученые снарядили экспедицию к загадочному объекту и были сделаны новые фотографии. А главное, были взяты пробы с поверхности Балтийской аномалии. Большая часть проб оказалась базальтом, но некоторые элементы имели внеземное происхождение. Аномалия Балтийского моря содержит металлы, которые природа воспроизвести не может, заявил телеканал Discovery. Геологи из Стокгольмского университета изучили находку. Оказалось, что объект все-таки имеет геологическое происхождение. В этом месте шел гигантский ледник. Потом он растаял, так здесь и образовалось море. Базальт и был занесен сюда этим ледником. А причудливая форма объекта появилась из-за обломков скал, которые шли вместе с ледником. Здесь они и осели, образовав причудливый объект после того, как ледник растаял. А внеземное происхождение части проб легко объяснить метеоритным происхождением. Вот если бы вся проба была такой, это бы поставило гипотезу естественного происхождения объекта под большой вопрос. Борозды же оказались следом от сошедшего ледника. 33. Капролит из Ллойд-Банка. Капролит из Ллойд-Банка, одно из самых странных открытий эпохи викингов, не похож ни на одну другую находку того времени, потому что является испражнением викингов. Трудно не пожалеть бедного мужчину или женщину, который выдавил это. С колоссальными 19,5 см в длину, это одна из самых больших человеческих фекалий, когда-либо обнаруженных. Она также была плотно упакована настолько, что окаменела, а не сгнила, как обычные фекалии. Подобные находки встречаются крайне редко, но влажная земля Йорвика сохранила их. Теперь мы все можем смотреть на это и вздрагивать с сочувствием к бедному человеку, который это создал не в последнюю очередь потому, что в нем содержались сотни яиц, принадлежащих паразитическому червю, обитающему в толстом кишечнике. Помимо юмора, эта находка невероятно важна, потому что она дает нам фантастически детальное понимание питания викингов предмет, по которому почти невозможно найти конкретные доказательства. Из этого капролита мы видим, что тот, кто его создал, жил на питании, состоящим в основном из пыльцевых зерен и зерновых отрубей, которые съедал в виде хлеба и каши. Находка теперь выставлена в центр викингов Йорвик, музея в Йорке, Великобритания. 34. Щит из коры в Лестершире. В 2015 году археологи, работающие в Лестершире, Великобритания, сделали уникальное в истории Европы открытие, щит времен Железного века, сделанный из коры дерева. Щит, созданный около 395-255 годов до нашей эры, перевернул археологический мир с ног на голову. До этого открытия широко предполагалось, что щиты из коры не были достаточно прочными, чтобы их можно было использовать в реальном бою. Хотя щит был сильно поврежден, когда его выбросили в яму, используемую для паения скота, к этому времени ему было уже более десяти лет, и он повидал множество сражений. С момента его открытия экспериментальные археологи пытались воссоздать его. Они обнаружили, что такие щиты могут быть удивительно крепкими, даже отражать стрелы и удары оружия при этом они намного легче, чем традиционный деревянный или металлический щит. В остальном он был похож по форме и дизайну на металлические щиты, обнаруженные в тот же период. На щит из коры, кажется, был нанесен красно-белый рисунок в клетку. До этой находки широко предполагалось, что щиты из коры, если бы они и существовали, служили бы главным образом жертвенными объектами, будучи слишком слабыми для использования в военных действиях. Археологи теперь полагают, что они, вероятно, широко использовались, особенно более бедными воинами. Однако мы не находим множество из них, потому что подавляющее большинство сгнило и теперь потеряно. 35. Шведский Будда. Сейчас широко известно, что викинги были успешными торговцами, поддерживая торговые посты из Ирландии в Россию и доходя до рынков в Багдаде и Египте. Однако ничто так не определяет предприимчивый дух викингов, как серия находок, сделанных на острове Хельга в Швеции. Хельга был местом шумного торгового поста викингов в течение большей части раннего Средневековья, и в то время там находились предметы со всего мира. Среди находок была статуя Будды, верхушка ирландского епископского посоха и ковш из Северной Африки. Предполагается, что ковши и епископский посох были взяты во время рейда, потому что викинги часто грабили в Ирландии и Египте, но статуя Будды должно быть была предметом обмена. Изготовленная в Кашмире, Индия, примерно в VI веке, статуя вероятно была куплена где-то вдоль торгового пути между Ближним Востоком и Россией, где авантюрные викинги часто путешествовали, чтобы торговать, совершать набеги или даже присоединяться к Варяжской гвардии в Константинополе. Необычная статуя вероятно была доставлена обратно в Хельга и продана местному жителю. Находка подтвердила факт того, о чем догадывались некоторые историки. Торговые пути викингов простирались намного дальше, чем считалось недавно. Несмотря на то, что они, вероятно, не ездили на рынки Индии, они часто торговали с арабами, которые, в свою очередь, торговали с Индией. 36. Древнеегипетский табак. Одно из самых странных археологических открытий последних нескольких десятилетий, произошло в Мюнхене, Германия, в 1992 году. Доктор Светлана Балабанова проводила химическое исследование некоторых древних египетских мумий, которые принадлежали королю Баварии. К ее удивлению, она обнаружила следы никотина и запрещенного вещества на них. В древние времена оба вещества можно было найти только в Америке. С тех пор появились различные гипотезы, пытающиеся объяснить, откуда появились эти следы. Наиболее правдоподобным было то, что предки препаратов существовали в Евразии в то время, но исчезли к нашим дням, как и древнеримский Сильфиум. Тем не менее, более поздние исследования показали, что теоретически древние египтяне могли иметь возможность добраться до Америки по морю. Археологические находки и древние изображения из путешествия Хадшипсут до Земли Пунт выявили сложную военно-морскую инфраструктуру, включающую гавани, строительные материалы и остатки самых старых, из когда-либо обнаруженных морских судов. Современные изображения египетских кораблей показывают суда, длиной более 21 метра, перевозящие более 200 моряков вместе с товарами, которые можно было найти только вдоль побережья Африки. Это выявило способность древнего Египта к торговле на больших расстояниях. Есть еще одна дразнящая подсказка. В 1909 году Аризона Газет сообщила, что два исследователя, финансируемые Смитсоновским институтом, обнаружили в Америке пещеры, в которых находились артефакты в египетском стиле. Однако сегодня нет никаких доказательств, и у Смитсоновского института нет записей, чтобы о таком открытии когда-либо сообщал кто-либо из их исследователей. На данный момент это археологическое открытие остается загадкой. 37. Камни Гована Камни Гована являются примерами хакбеков, некоторых из самых странных памятников, которые сохранились в раннесредневековой Британии. Служа саркофагами для важных фигур, таких как члены королевской семьи или богатые дворяне, они существуют только в местах, где присутствуют как норвежская, так и коренная британская культуры. Они были найдены в Камбрии, Центральной Шотландии и некоторых частях Йоркшира. Обладая искусством и декорациями, которые представляют собой смесь кельтского и норвежского стилей, они кажется использовались, чтобы подчеркнуть важность доминирующей элиты. Они возможно использовались недавно прибывшими норвежскими династиями, чтобы укрепить свою власть и связать ее с кельтскими королями, которые прибыли перед ними, попыткой успокоить их недавно побежденных подданных. Камни Гована представляют собой группу из 31 саркофага, которые были построены в Стратклайде около 870 года н.э. Они были построены в честь правителей Стратклайда в период, когда кельтские и норвежские лидеры боролись за контроль над королевством. Первоначально было 46 камней. Но когда камни были наконец признаны имеющими археологическое значение в XIX веке, только 31 из них был перемещен внутрь старой приходской церкви Гована. Остальные были выставлены у церковной стены. В 1973 году соседняя верфь Харленд-Энд-Вульф была снесена вместе с частью церковного имущества. 15 камней считались потерянными, вероятно уничтоженными после того, как их приняли за обломки. Однако в 2019 году три камня были вновь обнаружены на церковном дворе 14-летним добровольцем, который участвовал в своей первой археологической раскопке. Говен Хэритедж-Траст теперь расширяет свои раскопки, пытаясь найти оставшиеся утерянные камни. 38. Расписанный камень Гелта. В начале 200-х годов некоторые римские солдаты работали в карьере в Камбрии, собирая камни для строительства вала Адриана. Пока они были там, они решили высечь некоторые сообщения на камни. Гравюры были официально открыты в 1500-х годах Уильямом Камденом, одним из первых современных историков, и его другом Джулиусом Коттоном. После этого стена, которая стала известна как расписанный камень Гелта, была задокументирована несколько раз в течение 1700-х и 1800-х годов. Но граффити никогда не записывалось должным образом. С тех пор эрозия уничтожила некоторые сообщения, сделав их неразборчивыми. Стена была легкодоступна для публики, пока путь к ней не завалила в 1980-х годах. Теперь добраться туда практически невозможно. Недавно стену посетили археологи из университета Ньюкасла, которые должны были спуститься на 9 метров, чтобы добраться до нее. Опасаясь, что они потеряют это место полностью из-за эрозии, археологи сделали его трехмерную модель, чтобы будущие историки могли его изучить. Модель можно найти на скетчфоп. Среди прочего, солдаты написали свои имена и имена офицеров. В одном случае кто-то даже нарисовал маленькую карикатуру на одного из своих командиров. 39. Храм Аркнейских островов. Начиная с Пикской эры, Аркнейские острова были малонаселенными и почти неважными в национальном масштабе. Однако в предшествующий Железный век Аркнейские острова были местом одного из самых передовых поселений в Британии. Цель этого места все еще оспаривается, и многие его загадки продолжают ставить в тупик археологов. По стандартам Железного века центральная структура, структура 10, была гигантской 25 метров длиной и 20 метров шириной. Стены были огромные, более 5 метров толщиной. Они все еще занимают более 1 метра сегодня. Однако несмотря на размеры здания, ширина внутренней камеры составляла всего 6 метров. Это потому что внутри была еще одна толстая стена, занимающая большую часть внутреннего пространства. В главной палате преобладала большая пожарная яма в центре, украшенная большими предметами мебели, похожими на комоды, назначение которых неизвестно. Крыша была, пожалуй, самой впечатляющей частью этой структуры. Она была сделана из каменных плиток, которые были сформированы в прекрасные квадраты. Пространство между внутренней и внешней стенами было тщательно вымощено и, возможно, было крытым, создавая внутренний коридор, который петлял вокруг внутренней камеры. Необычное здание заставило многих предположить, что это был какой-то храм, но его истинное назначение остается неизвестным. Наличие раскрашенных камней, случайно разбросанных по этажам двух зданий, только усиливает загадку. Самая популярная теория заключается в том, что они имели какое-то религиозное значение. На одном из камней было выгравировано изображение Солнца. Размышления о цели места варьируются от частного поселения вождя высокого статуса до своего рода места встречи для различных местных племен. Одно можно сказать наверняка, несмотря на то, что он был спрятан на острове, в дальнем северо-восточном углу Британских островов, он был одним из самых впечатляющих и продвинутых мест Британского Железного века. 40. Могила Филиппа I Араба. История гробницы римской эпохи, обнаруженной в 2018 году, становится тем страннее, чем больше вы про нее читаете. В ландшафте современной Болгарии преобладают курганы, некоторые высотой с холмы и, видимо, на большие расстояния. В последнее время эти памятники страдают от охотников за сокровищами, которые копаются в них, забирают остатки и продают их на черном рынке. Торговля стоимостью около 1 миллиарда долларов в год. В результате законные археологи в Болгарии активизировали свои усилия по раскопкам и защите старых мест, вывозя находки, имеющие археологическую ценность, и доставляя их в музеи, где они могут быть сохранены. Когда команда начала раскопки Малтепского кургана, крупнейшего курганова могильника в Болгарии, они обнаружили нечто гораздо более ценное, гигантский мавзолей римской эпохи. Команда сейчас близка к завершению раскопок, всей южной стороны. Теперь они верят, что обнаружили гробницу римского императора Филиппа Первого Араба и ожидают, что со временем она станет местом мирового значения. Они намерены раскопать всю структуру, процесс, который потребует государственного финансирования. Из-за возраста здания оно почти наверняка потребует усиления, чтобы стоять самостоятельно. Когда археологи его раскопали без сомнения, некоторые члены команды были взволнованы перспективой найти сокровища римской эпохи. Их надежды должно быть были разрушены, когда они обнаружили остатки 40-метрового туннеля охотников за сокровищами, который прячется прямо под юго-восточным углом башни. Руководители группы заявили, что ожидают найти такие вещи, как окурки и батареи в таких туннелях. В этом туннеле, однако, они обнаружили навоз и монеты времен правления султана Сулеймана Первого Великолепного. Эти охотники за сокровищами вырыли этот туннель в 1500-х годах. К счастью, похоже, что искателям приключений не удалось разграбить гробницу. Археологи нашли монеты и глиняную посуду, датируемые 200-ми годами, но это, безусловно, была необычная находка. 41. Неандертальский клей. Долгое время считалось, что неандертальцы просто не такие умные или продвинутые, как гомо-сапиенсы, но недавнее открытие перевернули это предположение с ног на голову. В июне 2019 года археологи обнаружили свидетельство того, что неандертальцы использовали примитивный вид клея на своих инструментах. Находки от 55 тысяч до 40 тысяч лет, что делает ее одним из старейших примеров использования клея для сборки человеческих инструментов. Клей, кажется, был сделан преимущественно из сосновой смолы, но иногда он содержал и пчелиный воск. Смолу готовили на сильном огне, как часть процесса изготовления органического клея, который использовался для покрытия выемки в древесном стволе. Кремневое лезвие было затем прорезано в выемку и удерживалось на месте. Это не первая находка в таком роде, и она помогает укрепить веру в то, что эта практика была широко распространена среди этих ранних людей. Это также означает, что в настоящее время появляется все больше доказательств того, что неандертальцы могли добывать огонь. Как и когда он им был нужен, еще одна загадка, которая на протяжении многих лет была предметом многочисленных споров. 42. Очень старые дома. В архитектурной археологии существует понятие, называемое народный порог, который является самым старым возрастом, в котором жилища обычных людей могут существовать и существуют до сих пор. В то время как такие здания, как замки и памятники, существуют уже тысячи лет, дома простых людей обычно изготавливаются из более скоропортящихся материалов и редко сохраняются до наших дней. В течение многих лет считалось, что народный порог в Англии находится где-то в конце 1600-х годов. Считалось, что дома, построенные до 1660 года, по большей части не смогли бы сохраниться до наших дней, потому что они подверглись бы слишком большому износу. Всестороннее исследование развеяло это предположение. Проект был направлен на обследование 86 из 3000 с лишним крестьянских домов, которые доминируют в Западной Англии и Уэльсе. Было обнаружено, что почти все они были построены в период, известный как Великая Перестройка, в период с 1260-х по 1550-е годы, что делает их как минимум на 100 лет старше, чем считалось ранее. Вопреки тому, что думали до этого, даже дома обычных сельских крестьян были построены намного раньше. Некоторые из домов были построены из древесины, более чем 100 деревьев, что говорит о почти индустриальном уровне выращивания деревьев даже в 1300-х годах, когда чума разорила Европу. Многие из этих домов расположены в Мидлендсе, районе, известном своими древними лесами, включая Канок Чейз и Шервудский лес. 43. Венецианский вампир. Сегодня каждый школьник знает, что для того, чтобы убить вампира, нужно всадить ему осиновый кол в сердце, но сотни лет назад это не считалось единственным методом. Позвольте представить вам древнюю альтернативу кирпич в рот. Подумайте сами. Как лучше всего заставить вампира не пить кровь? Конечно же забить ему рот цементом до отвала. Череп, на который вы смотрите на этом фото, был найден археологами на окраине Венеции в массовом захоронении. 44. Древнее химическое оружие. В 1933 году археолог Робер Думи Снил Дубьюсон проводил раскопки под остатками древнего римско-персидского поля боя, когда наткнулся на какие-то осадные туннели, прорытые под городом. В туннелях он нашел тела 19 римских солдат, которые умерли, отчаянно пытаясь убежать от чего-то, а также одного персидского солдата, цепляющегося за грудь. Скорее всего, когда римляне услышали, что персы роют туннель под их городом, они решили вырыть собственный, чтобы контратаковать их. Проблема была в том, что персы прознали об этом и установили ловушку. Как только римские солдаты спустились в туннель, их встретила горящее серо и битум, а эта адская смесь, как известно, превращается в человеческих легких в яд. 45. Древнее Троя. Троя город, хорошо известный своей историей и легендами, как и ценными археологическими находками. Он находился на северо-западе Анатолии на территории современной Турции. В 1865 году английский археолог Фрэнк Калверт нашел траншею в поле, которое он купил у местного фермера в Гессарлыке, а в 1868 году богатый немецкий бизнесмен и археолог Генрих Шлиман, также начал проводить раскопки в этой области, после того как познакомился с Калвертом в Чинакале. В итоге они и нашли руины этого древнего города, существование которого много столетий считалось легендой. 46. Фигурки Акамбара. Это коллекция из более чем 33 тысяч миниатюрных глиняных статуэток, которые были обнаружены в 1945 году в земле, рядом с Акамбара, Мексика. Находка включает в себя множество маленьких фигурок, напоминающих и людей, и динозавров. Хотя большая часть научного общества сейчас согласна с тем, что эти фигурки были частью изысканной аферы, поначалу их находка произвела фурор. 47. Свитки Мертвого моря. Как и розетский камень, свитки Мертвого моря являются одной из самых важных археологических находок последнего века. В них содержатся самые ранее копии библейских текстов, 150 лет до нашей эры. Среди прочих свитков, найденных в районе Мертвого моря, есть одна рукопись, отличающаяся от всех остальных. Находка была совершена в 1952 году, и в отличие от пергаментных или папирусных артефактов, этот свиток выполнен из металлического сплава, преимущественно из меди. Рукопись содержит примерно следующий текст. В большой цистерне, что находится во дворе колонного зала, в углублении напротив двери, в углу спрятано 900 талантов. В цистерне под стеной с восточной стороны 600 серебряных слитков. В южном углу колонного зала у могилы Цадока и под колонной в зале собрание еловый сосуд для благовоний и такой же сосуд из дерева Кассии. Да, это самая настоящая карта сокровищ. Историки и простые охотники за сокровищами, тщетно пытаются отыскать этот клад, уже долгие годы. Некоторые эксперты даже начали предполагать, что текст имеет метафорическую природу или является скорее некой рекомендацией, нежели чем описанием уже осуществленного тайника. 48. Моа горы Оуэн. В 1986 году экспедиция все больше углублялась в систему пещер горы Оуэн в Новой Зеландии, когда вдруг наткнулась на огромную часть лапы, на которую вы сейчас смотрите. Она так хорошо сохранилась, что казалось, будто ее владелец умер совсем недавно. Но позже выяснилось, что лапа принадлежала Моа огромной доисторической птицы, обладающей жутким набором острых когтей. 49. Саксиоамон. Этот окруженный стеной комплекс у города Куско, в Перу является частью, так называемой столицы империи инков. Самое невероятное, заключается в деталях строительства этой стены. Каменные плиты лежат так плотно друг к другу, что между ними невозможно просунуть даже волосок. Это говорит о том, какой точной, была архитектура древних инков. В этом есть сходство с древнеегипетскими пирамидами, не правда ли? 50. Загадочные большие круги Иордании. Большие круги – это коллекция из 12 гигантских каменных сооружений в виде кругов, расположенных на всей территории Иордании и Сирии. Несмотря на их приличный возраст, более 2000 лет, этим кругам уделяется мало внимания со стороны археологов. Они остаются малоизученными даже среди местных специалистов. Эти круги были обнаружены в 1920 году британским пилотом по имени Лайонел Рис, пролетавшим над пустынями, которые впоследствии стали территорией Иордании. Фотографии этих огромных каменных кругов, которые сделал тогда Рис, стали одними из самых ранних археологических снимков этих сооружений. По неизвестным причинам полученные Рисом сведения, были проигнорированы и вскоре забыты. Прошло еще 60 лет, прежде чем кто-то заметил круги снова. Они стали привлекать больше внимания, только последние 10 лет, благодаря работе Дэвида Кеннеди, исследователя из Университета Западной Австралии. Большие круги построены из низких каменных стен, высотой не более полутора метров. Они почти круглые, диаметром от 220 до 366 метров. Изначально круги не имели каких-либо проходов, хотя на протяжении веков стены в некоторых местах разрушились. Два каменных круга пересекают римские дороги, указывая на то, что им более двух тысяч лет, но они могут быть гораздо старше. По словам Дэвида Кеннеди, эти круги было не очень сложно построить. Их строили из местных камней, и на строительство уходила неделя работы дюжины человек. Но зачем были построены эти сооружения, остается загадкой. Маловероятно, что эти круги использовались в качестве загона для скота, поскольку стены слишком узкие для того, чтобы удержать животных внутри. Кроме того, нет никаких причин для того, чтобы загон для животных имел такую точную форму. 8 из 12 кругов находятся на западе центральной части Иордании, между Ваде Ильхаса и границей откоса горы Шара, а остальные четыре круга к северу от Оазиса Азрак. Самый последний большой круг был обнаружен в Сирии. 51. Письмена Ронго-Ронго. Письмена Ронго-Ронго были найдены на острове Пасхи в XIX веке. Они представляют собой коллекцию деревянных дощечек, покрытых загадочными иероглифами неизвестного происхождения. Никому так и не удалось расшифровать значения этих древних писем, но некоторые ученые полагают, что расшифровка этих текстов помогла бы пролить свет на таинственное исчезновение древней цивилизации, некогда населявшей остров Пасхи. 52. Шотландские пирамиды Клавы. Этим загадочным сооружением из камней почти четыре тысячи лет и обнаружили их на южном берегу реки Нерн в Шотландии. Груды камней разбавляют вертикально стоящие мегалиты, каменные блоки, и больше всего ученых озадачивает вопрос, как же именно людям тех лет удалось собрать все эти тяжелые валуны в одном месте и установить их в виде кольцевого монумента. Вдобавок исследователи не совсем понимают, для чего вообще был возведен этот старинный комплекс. Среди большинства теорий самые распространенные связаны с погребальными ритуалами, наблюдениями за сансостоянием и даже с инопланетянами. 53. Сокровища и таинственное исчезновение народа Сенсиндуй. Эта археологическая загадка заключается не столько в самих артефактах, сколько в создателях находок. В 1929 и затем в 1986 году в китайской провинции Сычуань была обнаружена яма с нефритовыми изделиями. Первым ее нашел простой крестьянин, а спустя несколько десятков лет здесь, наконец-то провели полноценные раскопки. В сокровищнице скрывались бронзовые и каменные артефакты, бивни слонов и прочие удивительные находки. Судя по всему, культура Сенсиндуй обитала в этих землях на берегу реки Минжень, примерно 3000 лет тому назад, но внезапно она буквально исчезла с лица земли, и ученые до сих пор гадают, почему. Среди вероятных причин упоминаются войны и голод. Одно из самых недавних предположений связано с сильным землетрясением. Возможно, во время очередного мощного толчка произошел серьезный оползень, заваливший русло реки и изменивший ее ход, что и вынудило древнее поселение в спешке сменить место жительства в поисках нового источника воды. 54. Подводная пирамида из камней. В Тивериадском озере с помощью метода эхолокации ученые недавно обнаружили целую подводную пирамиду. Груда камней растянулась, примерно на 70 метров в диаметре, но археологи пока что не могут определить ее возраст или предназначение. В этом озере плавает очень много тилопии, и это навело некоторых экспертов на мысль о том, что это сооружение когда-то использовалось для рыбной ловли. 55. Звуковые эффекты в гипогее, иными словами в святилище Хал Сафлиени. Храм Хал Сафлиени находится на Мальте и этому доисторическому комплексу уже почти 5000 лет. Вдобавок это одно из очень немногих подземных святилищ, относящихся ко временам Бронзового века. Никто точно не знает, для чего был построен этот гипогей, но основная версия заключается в том, что он служил убежищем для пророка, а впоследствии здесь был организован могильник. Еще более загадочным это место становится благодаря своим необычным свойствам, из-за которых звуки здесь воспринимаются необычным образом. В подземелье есть особенная комната, где все самые низкие звуки резонируют так громко, как будто вы находитесь в центре гигантского колокола, но за пределами этого помещения практически ничего не слышно. Было ли так задумано, древними людьми во время строительства комплекса, или же это непредвиденный эффект? 56. Гигантский кодекс или дьявольская библия. Кодекс Гигас, на латинском, это средневековая пергаментная рукопись, признанная самой объемной и тяжелой рукописной книгой во всей Западной Европе. Свод настолько тяжелый, что сдвинуть с места его могут только два человека одновременно, ведь вес этого блока около 75 килограммов. В гигантский кодекс входят Ветхий и Новый Завет, а также еще несколько других текстов, труды Иосифа Флавия, Этимология Исидора Сивильского, Чешская хроника Казьмы Пражского и другие книги на латинском языке. Автор кодекса неизвестен, но предположительно им был один единственный человек-монах-отшельник, трудившийся над созданием рукописи, несколько десятков лет подряд. Дьявольской библией это собрание назвали потому, что в нем также присутствует полностраничное изображение сатаны. 57. Пума-Пунку. Пума-Пунку это боливийский комплекс, состоящий из огромных мегалитов, высеченных из камня с аккуратнейшей точностью. Самая главная загадка на сегодняшний день, не столько предназначение некоторых из местных объектов, сколько их возраст. Мнения экспертов разделились и очень сильно отличаются друг от друга. Так одни ученые полагают, что комплекс появился, примерно в 500-600 годах до нашей эры, а другие считают, что артефактам уже почти 17 тысяч лет. Еще одна удивительная черта Пума-Пунку, это невероятная точность, с которой производилась обработка камней. Блоки выглядят так, словно их вырезали при помощи алмазного резака, но подобная технология вряд ли существовала в столь древние времена. 58. Пещеры Лунью. Обнаруженные в 1992 году, неподалеку от деревеньки Лунью, удивительные пещеры Лунью, это целая система рукотворных подземелий, которые долгое время пребывали в затопленном состоянии. Их обнаружили во время чистки местных прудов, и в итоге оказалось, что высота некоторых из помещений достигает 30 метров. Ни одна из 24 пещер не имеет сообщения с соседней, но все они имеют общие стены. Подземелья просто огромны, выполнены с невероятным мастерством и предполагают значительные усилия по их созданию, но ни один исторический документ почему-то не упоминает об их существовании. Возраст сооружения был определен по ряду косвенных признаков, например, по сталактитам, и насчитывает примерно 2200 лет. 59. Суперхендж. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа археологи обнаружили еще более крупный комплекс, скрывающийся глубоко под землей. Его назвали Суперхенджем, и этот монумент состоит из 90 огромных каменных блоков, напоминающих мегалиты из Стоунхенджа. Ученые обнаружили этот комплекс, благодаря наземному проникающему радару, и монумент все еще не раскопан. Эксперты затрудняются с ответом на вопрос о предназначении объекта, но они уверены, что все эти камни были захоронены здесь с каким-то особенным умыслом. 60. Каменные лабиринты острова Большой Заяцкий. Небольшой российский островок, затерянный в Белом море, величиной не более чем 2,5 квадратных километра, это практически необитаемый клочок земли, хранящий немало секретов. Например, вы знали, что каменные лабиринты украшают это место уже на протяжении почти 32 тысяч лет. Все эти груды камней и диковинные насыпи покрывают основную часть острова, но археологи до сих пор не разобрались в том, кто же именно соорудил таинственные лабиринты и с какой же именно целью. Возможно, это были религиозные алтари или другие ритуальные объекты. 61. Каменная плита Кочна. В Шотландии археологи раскопали 5000-летнюю каменную плиту, украшенную необычными геометрическими узорами. Камень Кочна, от названия фермы, близ которой артефакт был найден, имеет 13 метров в длину и 7,9 метров в ширину, а вырезанные на ее поверхности рисунки ученые назвали чашами и кольцевыми отметинами. Подобные узоры находят по всему миру и в других доисторических локациях. Значение этих рисунков остается неизвестным до сих пор, так же как и то, кто их создавал. Вдобавок непонятно, как именно древним людям удалось оставить эти отметины в столь удаленных друг от друга местах. Кочнинская плита перевезена в другое место, не только для дальнейшего исследования, но и чтобы защитить ее от посягательств вандалов. 62. Микроскопические находки из меди, которым почти 300 тысяч лет. В 1991 году, на берегу рек Нарада, кожем и болбаную в районе Уральских гор, были обнаружены загадочные артефакты. Микроскопические спиралевидные медные и вольфрамовые детальки удивительны тем, что эксперты до сих пор спорят об их возрасте. Некоторые ученые предполагают, что эти находки, как-то связаны с испытаниями ракет, на ближайших космодромах Байконур и Плесецк. Однако другие исследователи утверждают, что породы, в которых были обнаружены эти таинственные пружинки, слишком древние, и анализ этих слоев показал, что находкам может быть примерно 300 тысяч лет. 63. Тесульская принцесса. И 10 лет назад, в шахте села Ржавчик Тесульского района Кемеровской области на глубине 70 метров, был найден саркофаг. Внутри оказалось тело женщины, погруженное в кристально чистую жидкость. Очевидцы рассказывали, что она была необычайно красива, длинные белокурые волосы, голубые глаза. Как только стало известно о находке, туда прислали вертолет. Правда в таком виде перевести саркофаг не смогли. Рабочие попытались слить жидкость, но незнакомка в мгновение почернела. Вскоре КГБ странную находку засекретил. А через какое-то время стало известно, что тело бесследно исчезло. Подтвердить реальность Тесульской принцессы не представляется возможным, тела нет. А было ли оно вообще? Старожилы деревни сомневаются, и называют историю вымыслом. В пользу того, что саркофаг с телом в шахте все же был, говорит тот факт, что так же, как и с историей про алтайскую принцессу, начались твориться странные вещи, один за другим стали уходить из жизни все те люди, которые непосредственно контактировали с находкой. Впрочем, представитель алтайского народа Акайкини, находит этому сакральное объяснение, если там действительно был курган и его потревожили, то жди неприятностей. Тесульская территория также относится к Большому Алтаю, так что эта история вполне могла быть. И ситуация могла быть. После того, как разобрали курганы, местным жителям стало плохо жить. Бывает, возникают аномалии, много людей погибает. Археологи-то приезжают, раскопали и уехали, а мы-то там остаемся, говорит он. По его словам, коренные алтайцы чтят память предков и из-за этого не любят, когда на их территорию приходят чужаки и ворошат курганы. Для них это кощунство, а то, что происходит после кара. Однако при этом соглашается, что без подобных исследований Россия находится на периферии по изучению собственной истории. После того, как из земли подняли алтайскую принцессу, ровно через 10 лет на Алтае, произошло сильное землетрясение, каких ранее не бывало. Село Бельтир было разрушено до основания. Затем пришли наводнения, резко возросло количество самоубийств в регионе и много других несчастий. Шаманы уверены это из-за того, что мумию увезли с ее исторической родины. Сейчас она вновь на Алтае в Республиканском краеведческом музее. 64. Черепа в Паракасе. Перу вообще загадочная страна, чего там только нет, и Мачу-Пикчу, и Радужные горы, и рисунки на плато Наска. Происхождение последних, кстати, тоже не разгадано. Кроме перечисленных выше крайне интересных объектов, есть еще артефакты, которые заставляют морщить лоб даже самых скептически настроенных ученых. Речь идет о черепах, которые ныне хранятся в музее близ города Паракас. В 1928 году археолог Хулиателе обнаружил захоронение с останками, более 300 человек со странными черепами. Они очень похожи на человеческие, но имеют очень странную форму и размер. Черепа больше обычных, тяжелее, а самое главное, они очень сильно вытянуты. Если ребенка попросить нарисовать инопланетянина, то его голову он скорее всего нарисует именно такой, удлиненной и большой. Именно этим сходством активно спекулируют на телевидении, в интернете и разных печатных изданиях. Под сомнение ставится сама эволюция человека. Хотелось бы объяснить артефакты, умышленной механической деформации черепа с раннего детства, но смущает то, что черепа имеют, только одну теменную пластину вместо двух, и отличную от человеческой структуру ДНК. 65. Окаменелая пуля. Эту уникальную археологическую находку сделали в Крыму. Исследователи проводили раскопки древней Тавриды и наткнулись на строение прошлого. В одном из камней кладки была трещина. Строение древнее, конечно, в нем есть трещины. Археологи постарались извлечь камень из земли, не повредив. Однако он раскололся и сильно их удивил, да и весь остальной мир озадачил. В камне находилась железная пуля. Такую выпускает стрелковое оружие, не обязательно современное, но и средневековое. Загвоздка была в том, что радиоуглеродное исследование определило возраст пули и камня – 2200 лет. Тогда у людей просто не было стрелкового оружия, да и по официальной версии, пороха тоже не было до середины первого века нашей эры. История происхождения этого артефакта окутана тайнами, разгадка которых может серьезно пошатнуть несколько исторических постулатов. 66. Римские додекаэдры. Эти артефакты ровесники окаменелой пули. И назначение их совершенно неясно. Большая часть додекаэдров была найдена на территории Римской империи, но несколько изготовленных из золота было найдено и во Вьетнаме. Все додекаэдры представляют собой полую форму, с 20 плоскими пятиугольными сторонами. В каждой из них есть круглая дырочка. На каждом углу по небольшому шарику. Размер этих странных вещиц – от 4 до 11 сантиметров. Изготовлены они преимущественно из бронзы, реже из железа и глины. Точное предназначение этих находок неизвестно. Одни ученые говорят, что их использовали в качестве подсвечников, другие – что в качестве дальномеров. Пока наиболее близкой к истине кажется версия, что это инструменты для вязания перчаток разных размеров. По крайней мере, существует видео, на котором у человека действительно получилось с помощью додекаэдра связать перчатку. 67. Гофрированные сферы из Южной Африки. В Южной Африке шахтеры в отложениях перофилита то и дело находят очень странные металлические предметы. Это небольшие сферы, иногда приплюснутые, с тремя насечками по экватору. Размеры сфер варьируются от 2,5 до 10 см. Радиоуглеродный анализ показал, что артефактам 2,5 миллиарда лет. Это, мало сказать, озадачивает. По всему видно, что эти шары рукотворные, а какие руки могли их сделать так давно. Любители невероятного и непознанного сразу придумали много разных мистических теорий с участием инопланетян или мурийцев. Однако голос разума, который исходит от ученых, указывает на то, что скорее всего шары все-таки не рукотворные. Они даже не совсем железные, а из специфических минералов, содержащих железо. 2,5 миллиарда лет – это очень большой срок. Минералы за это время подвергались естественному выветриванию. И причудливым образом они рассыпались вот до таких сфер. Это не официальная версия, пока это просто самое простое объяснение, которое не разрушает всю картину мира. 68. Араму-Муру. Достопримечательность находится в Перу близ озера Титикака. И представляет собой огромные врата, которые как бы вдавлены в скалу. Их высота и ширина почти равны, и составляют примерно 7 метров. По центру, прямо у земли, есть Т-образный дверной проем, в который может войти человек. Он никуда не ведет. Создается впечатление, что работа по какой-то причине была брошена, и это незаконченный объект. Возраст этой археологической находки – около 2000 лет. Ученые не дают объяснений этому объекту, но людям и не надо, они сами придумают. Сейчас на этом месте регулярно пытаются входить в транс под руководством современных шаманов. Они считают, что врата являются порталом в иные миры. 69. Меридитский камень. В США, в конце 19 века в районе Нью-Гэмпшира, был найден очень странный артефакт. Он имеет яйцевидную форму, и на нем есть несколько выщербленных изображений, в том числе изображения лица человека, початка кукурузы, шалаша и нескольких других странных объектов. Камень изготовлен из цельного куска кварцита, которого в тех местах просто нет. Ученые не дают объяснения, происхождению и назначению этой вещи, также есть сложности с определением ее возраста. Потому что когда меридитский камень был извлечен из Земли, никто не обратил внимания на глубину и на характер почвы вокруг. 70. Магические тексты с реальными заклинаниями и гаданиями. Поклонники всех магических вещей будут рады узнать, что библиотека Нью-Берри в Чикаго позволила любому, имеющему подключение к интернету, получить доступ к магическим текстам. В этой библиотеке хранится три текста, это книга магических чар, обычная книга с гаданиями, и книга осуждения проповедника колдовства под названием «Случай совести в отношении колдовства». Люди могут посетить веб-сайт, чтобы посмотреть тексты, и найти там помощь с их переводом. Хотя эти волшебные тексты не являются полностью необъяснимыми, они образуют некоторую загадку. Могут ли какие-нибудь заклинания и чары в книгах обладать какой-либо силой? Может ли их перевод раскрыть древний злой дух? Если серьезно, даже для скептиков эти книги представляют исторический интерес. Ведь поняв тексты, можно сделать вывод об отношении нации к религии, а также получить представление, как она формировала общество в то время. 71. Устройство для прогнозирования и обнаружения землетрясений. Сегодня мы можем обнаружить землетрясения на большом расстоянии от эпицентра. Наши инструменты способны уловить даже небольшую дрожь земли за многие километры. Причем современные приборы умеют не только обнаружить землетрясения, но и оценить потенциальный ущерб. Но человек из Китая, которого звали Джан Хэн, живший в 132 году нашей эры, удивляет своим изобретением больше, чем любой современный прибор. Вы только представьте этот умный китаец, изобрел один из первых сейсмоскопов в мире. Это красивое устройство с головами драконов, с шариками во рту и лягушками, которые окружают устройство в основании. Всякий раз, когда земля дрожит, шары падают изо рта дракона, в рот ждущих лягушек. Устройство не измеряло силу землетрясения, а только фиксировало землетрясения, произошедшие поблизости. Устройство Хэна могло даже определить, в каком именно направлении оно произошло. Точность прибора пугала многих людей, живших в то время в обществе. 72. Мечи Ульфберта – самое лучшее холодное оружие. Археологи часто находят древнее оружие, но средневековые мечи Ульфберта достойны особого внимания. Они имелись в вооружении франкской армии, викингов и представителей других народов в период с X по XII век. Всего исследователям удалось найти 170 экземпляров мечей с клеймом, которые вы можете видеть сейчас на экране, и каждый из них обладал очень высоким качеством изготовления. Во времена Средневековья такие технологии не были доступны людям. Больше всего археологов удивляет то, что они изготовлены из тигельной стали с высоким содержанием углерода, его концентрация достигает 1,2%. Удивительные по качеству мечи были найдены на территории многих стран, в том числе и России. Кем они были изготовлены, ученым до сих пор неизвестно. Есть мнение, что Ульфберт – это имя кузнеца, который умел изготавливать уникальное оружие. Мечи имеют разную дату изготовления, из-за чего исследователи считают, что секретом их изготовления обладала вся семья Ульфберта, и инструкция передавалась из поколения в поколение. 73. Гуманоид Атакамы – мумия неизвестного существа. В 2003 году коллекционер древних артефактов Оскар Мунос изучал территорию заброшенного поселка Ланория в пустыне Атакама. Там ему довелось найти сверток с мумией существа, длина тела которого составляла всего лишь 15 см. От человека найденное существо отличалось наличием всего лишь девяти пар ребер вместо двенадцати и сильно удлиненного черепа. Находке было дано название гуманоид Атакамы, и на данный момент мумия находится в коллекции испанского бизнесмена Рамона Навиа Ассория. Чем именно является это существо, никто точно сказать не может. Сторонники теории заговора начали утверждать, что это скелет инопланетянина. Некоторые ученые предполагают, что в пустыне были найдены останки ребенка с карликовостью. Есть и противоположная версия, которая гласит, что это тело ребенка с аномально быстрым старением. Самая правдоподобная версия гласит, что коллекционер артефактов нашел мумию мертворожденного ребенка, но отсутствие у него ребер никто толком объяснить не может. 74. Черный саркофаг в Александрии. В июле 2018 года на территории египетской Александрии был найден черный гроб. Он находился на глубине 5 метров, был сделан из черного гранита, а его возраст оценивался в 2000 лет. Самое интересное, что он имел гигантские размеры. Можно было подумать, что внутри лежит огромный монстр. К тому же черный цвет саркофага вызывал тревогу, а вдруг проклятие фараонов существует. После вскрытия оказалось, что в саркофаге лежат тела трех офицеров египетской армии. Это была пара мужчин 35-40 лет, и женщина примерно 25 лет. По словам главы совета, по вопросам памятников древних времен Мустафы Аль-Вазири, определить пол и возраст похороненных людей удалось по размеру их костей. В одном черепе было найдено отверстие. По мнению ученых, это результат хирургической операции. Этот человек жил с отверстием в голове, некоторое время, то есть вмешательство прошло успешно. Почему три человека были похоронены в черном саркофаге, ученые не знают. Может быть они были братьями и сестрой. 75. Человек с ножом вместо руки. В том же 2018 году, но уже на севере Италии, ученые обнаружили скелет человека с ножом вместо руки. Рядом с ним лежали останки и других людей. Этот экземпляр привлек внимание неестественным положением руки. Захоронение было сделано примерно в 6-8 веках нашей эры. По мнению ученых, человеку с протезом руки в виде ножа на момент смерти было от 40 до 50 лет. При жизни ему ампутировали руку на уровне предплечья, врачи могли пойти на это по медицинской необходимости. Но ученые не исключают, что человек лишился своей руки после неудачного падения или во время сражения. Человек явно прожил с искусственной рукой несколько лет. Во времена, когда наука еще не знала о существовании антибиотиков, такая продолжительность жизни с ножом вместо руки – это большое везение. Ученые считают, что человек регулярно чистил зубы при помощи встроенного в руку ножа. На это намекает искривление плеча и заметные повреждения зубов. 76. Редкая бронзовая рука в Англии. В Англии есть графство Нортумберленд. И там долгое время ведутся раскопки римской крепости Виндоланд. Несколько лет назад, на глубине примерно 1,5 метров, археологи нашли бронзовую руку, длиной около 10 сантиметров. Она точно не была частью большой статуи, это отдельный, искусно изготовленный объект. Возможно, перед тем, как очутиться в канаве с мусором, эта рука была закреплена на шесте. Наличие места в ладони намекает на то, что рука держала какой-то объект. Ученые считают, что эта рука, являлась подношением в храм Юпитера Далихина. Это божество изображалось с топором и молнией в руках, и пользовалось уважением среди римлян. Сомнений о связи этого артефакта и храма, у ученых нет, потому что оно лежало неподалеку, храм был раскопан в 2009 году. По словам главы исследования Эндрю Бирли, они не ожидали найти, настолько хорошо сохранившийся и редкий культовый артефакт. Храмы Юпитера Далихина также обнаруживались в Германии и Северной Африке, но таких бронзовых рук археологи еще не находили. 77. Молоток возрастом в миллионы лет. В июне 1936 года лондонцы Макс Хан и его жена Ама нашли камень, из которого торчал кусок дерева. Они посчитали это очень странным и взяли камень домой. Там они частично раскололи булыжник молотком, и с удивлением обнаружили, что внутри камня прячется древний молоток. Они показали находку ученым и те с еще большим удивлением выяснили, что возраст молотка составляет более 400 миллионов лет. На этом моменте сторонники теории заговора, наверняка бы напряглись. Что же это, если не доказательство существования древних цивилизаций или инопланетян? На самом деле, ученые совершили небольшую ошибку. Дело в том, что возраст молотка может быть не таким уж и большим, просто с течением времени он настолько прочно объединился с камнем, что каменные частицы проникли в его поверхностный слой. Да, камень может быть возрастом в миллионы лет, а вот молоток наверняка молодой, но ученые не могут назвать его точный возраст. Есть версия, что он был создан в конце 19 века и использовался в шахтах. 78. Загадочный зверь. В Яркширском музее хранится золотая фигура 9 века в форме вымышленного зверя. У него есть два рога, голубые глаза и высунутый язык. Ученые предполагают, что в два рога заливались какие-то вещества, а язык использовался для подвешивания предмета, на стене или шее человека. Но что именно хранилось в этом сосуде, и зачем его нужно было подвешивать никому не ясно. Скорее всего предмет использовался для проведения ритуалов. Может это деталь какого-то древнего механизма, и ученым только предстоит собрать этот конструктор. В общем сотрудникам музея не до скуки, нужно изучать историю и делать сенсационные открытия. 79. Фигурка для настольной игры. В Англии есть музей Йоркского замка, и он тоже полон объектов с загадочной историей. Как известно многие археологические находки в конечном итоге отправляются в музеи. Так вот, в 1938 году один человек принес им двадцатигранный кусок дерева. Можно было бы предположить, что он сам его сделал, но нет. Предмет был изготовлен, примерно между 1840-1880 годами. Но для чего была нужна эта граненная деревяшка? На ум приходит только предположение о том, что это фигурка из древней настольной игры. Но точного ответа на вопрос у ученых нет. 80. Боевые камни. Примерно такой же объект есть в коллекции британского музея Эшнелла. Каменные шарики, которые показаны на фотографии ниже, были изготовлены во времена неолита или раннего бронзового века, это 4000-1400 годы до нашей эры. У кураторов музея есть несколько предположений насчет предназначения этих фигурок. Во-первых, они могут быть ритуальными инструментами для предсказаний. Во-вторых, эти камешки могли использоваться древними людьми в качестве оружия. А третья версия гласит, что это первые попытки древних людей создать абстрактное произведение искусства. 81. Устрашающий мотиватор. Сотрудники Оксфордширского музея, который тоже расположен в Англии, однажды нашли в поле деревянное нечто с шипами. Сотрудники смеются, что их начальник держит эту штуку в углу своего стола и называет мотиватором. Но что это такое, опять же, никому неизвестно. На самом деле, это похоже на ударную часть булавы холодного оружия, которая использовалась нашими предками с давних времен. Интересно, сотрудники музея рассматривали такой вариант. 82. Жуткий экспонат. История национальной коллекции кожи, Англия, вполне может стать основной для фильма ужасов. Однажды в руки сотрудников музея попала жестяная банка с фрагментами кожи какого-то животного и фотографии ребенка. Считается, что из этой кожи когда-то был сделан головной убор в форме древнеегипетской богини Мут. Но как именно выглядела шапка и из-за чего она рассыпалась на мелкие частицы – большая загадка. Есть предположение, что артефакт был взят из гробницы Тутанхамона. Но откуда взялась фотография ребенка и кто это? 83. Волшебная палочка. Напоследок, стоит рассказать о необычном экспонате музея замка Норвич, который тоже расположен в Великобритании. В их распоряжении есть палочка с головами на конце. Исследователи уже несколько лет подряд не могут понять, что это. Какая-то очень красивая катушка для ниток? Волшебная палочка или вообще держатель туалетной бумаги? Наверное ответ на этот вопрос никогда не будет найден. На этом я бы хотел закончить это видео с 83 странными археологическими находками, которые поразили ученых. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Колодец желаний. В Германии в Баварском гермеринге археологи, нашли колодец желаний возрастом более 3500 лет. На дне колодца оказались 26 бронзовых булавок для одежды, браслет, две металлические спирали, зуб животного, 4 янтарные бусины и более 70 предметов керамики, включая декоративные чаши, кубки и горшки. Все это было очень дорогими вещами в 1800-2000 годах до нашей эры. Большая глубина колодца говорит о том, что он был вырыт во время продолжительной засухи, когда уровень грунтовых вод сильно понизился. Ученые предполагают, что жители региона опускали самое ценное свое имущество в колодец, чтобы задобрить духов источника и желали хорошего урожая или окончания засухи. Вот такими у нас получились 83 странные археологические находки, которые поразили ученых. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших, наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал книги, истории, факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео, в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые усилия не напрасны.